Философских наук Ученые звания у меня профессор по кафедре экономики и права Должность доктор Должность у меня профессор кафедры социальной философии, философии и истории У нас внизу 15 кабинет нашего факультета Кроме того, то что я вам читаю лекции по конфликтологии Связаны с тем, что примерно половину нагрузки, которая у меня есть, конфликтологической Я читаю на третьем курсе Социально-трудовые конфликты и технологии их урегулирования Так что, возможно, мы с вами снова встретимся С теми, кто останется здесь Сейчас это раньше про студентов говорили Сейчас и преподаватели пропадают очень быстро Так, а на втором курсе магистратуры я читаю курс Политические составляющие социально-трудовых конфликтов Там и экзамен Так что, те, кто последовательно изучает наши проблемы Мы будем с вами встречаться три раза за время обучения Кроме того, я являюсь консультантом профсоюзного комитета АО «Первый контейнерный терминал» Профсоюз докеров Консультирую по всем вопросам, связанным с заключением коллективных договоров Разрешением коллективных трудовых споров Я являюсь президентом фонда рабочей академии Фонда содействия обучению рабочих Который организовывает как раз в полгода заседание Российского комитета рабочих Совместно с профсоюзом авиадиспетчером Федерацией профсоюзов России Ну, где, собственно говоря, и решается вопрос о том Какую тактику выбрать в разрешении коллективных трудовых споров И коллективных трудовых конфликтов Вот, так что у нас с вами занятия Вот сегодня в этом потоке будут сугубо философские Но с учетом того, что у нас прицел на конфликтологию, естественно Значит, так получается сейчас, что у нас в Институте философии Как бы не все считаются философы А как бы они рядом Есть философы разных видов Скажем, вот рядом кафедра антологии Знаешь, что такое антология? На знаниях Нет, не познания Антология – это учение обытии А у них антология и теория познания Они различают Читайте то, что написано Вот, есть у нас философия науки и техники Есть история философии кафедра там в Былке и так далее То есть много разных всяких предметов, которые в рамках философии изучаются Ну а почему это все объединяется в институт философии, здесь же культурология идет, да, другие предметы Потому что есть фундаментальная наука, которая является теоретической, а есть науки прикладные Которые соседствуют с этой фундаментальной науки и не просто соседствуют, а ее, так сказать, используют для решения своих проблем Вот какие у нас проблемы, если это конфликтологи, то это кто такие? Это философы прикладные То есть они используют методологию философскую, но они не ограничиваются, они доводят дело до решения конкретных проблем, разрешения конфликтов И до того мы это будем доводить, что придется нам Прогаться? Нет, нам придется задавать их зачет или экзамен У нас что будет у вас, зачет или экзамен по курсу? Хорошего курса А? Хорошего курса По философии, да? Не знаю Не знаете? Экзамен Экзамен, по-моему Экзамен А что такое экзамен? Это вот сейчас я говорю, а вы потребители знаний Правильно? Если знаний много потреблять, будешь большим потребителем знаний И что дальше? А ничего Так сказать, что-то много съел Это не спортсмен То есть ваша задача в чем? Понять А что такое понять с точки зрения философской С точки зрения диалектики Понять, значит выразить в понятиях Вот если вы можете выразить в понятиях, вы поняли Почему? Потому что тогда вы можете передать это знание другому человеку Вот вы поняли и передали ему А он взял и передал ей А если вы не поняли То есть вы считаете, что вы поняли, но передать никому не можете То это не человеческое восприятие То есть знаете, как собаки, они смотрят на хозяина Так преданно, все понимают И даже команда некоторая понимает Но высказать не могут Так вот в этом смысле экзамен, конечно, более высокая форма обучения То есть на экзамене кто у нас будет докладывать, так сказать Кто выступать, кто излагать Ну вы будете излагать А я буду кто? Потребитель Но правда с особыми правами То есть это нравится, а не правится Как это у нас тут ужасный такой централизм Один человек решает, так сказать Ставить, не ставить Зачет, не за счет экзамен Не экзамен Ужас, диктатура Вот, тем более у нас Мы живем в буржуазном обществе У нас государственное университет А государство что такое? Это машина насилия в интересах Правящего класса Ну вот я это насилие и буду осуществлять Поскольку так сложились отношения Ну я надеюсь, что вы все на отлично сдадитесь, само собой Но на всякий случай предупреждаю Так, значит у нас есть программа Курса социальной философии Которую я буду читать Эта программа у меня есть на диске А кто староста? Вот вы Я вам сейчас две штучки дам А ваша задача, чтобы вы переслали всем Да? А один в резерве А вдруг он не сработает? Нельзя работать без резервов Так Ну поскольку у нас прикладная философия Несмотря на то, что у нас курс не будет ни прикладной Все-таки я начну с вопроса прикладного Поскольку здесь сидят конфликтологи И не просто они уже себя утвердили в течение целого семестра Но особенно они утвердили себя в сессию Да? И теперь они знают, что такое конфликт Вот товарищ, он сидит прямо передо мной и улыбается Посмотрим, будет он улыбаться или нет Конфликт, что такое? Столкновение интересов Если... Ну... А что, вы когда-нибудь видели, что два интереса сталкивались? Я никогда не видел Кто-нибудь видел? Вы один такой, который видел, что с интересами сталкиваются? Да, пошел Я видел, что люди сталкиваются А вот насчет интересов Вот представьте, смотрите И вдруг два интереса Которые вообще-то так взглядом не видны Вдруг они сталкиваются У вас какой-то прибор есть? Но если вы говорите о внутреннем конфликте То интересы... Я говорю не о внутреннем Я говорю о конфликте Зачем вы меня... Я спрашиваю, что такое капуста? Вы меня спрашиваете, кислую вам капусту? Тушеную капусту? Или с горошком еще? Или с этим... С бараньим боком? Ну, это неправильный подход Конфликт Можете сказать, что такое? Скажите мне, что такое конфликт Скажите мне, что такое яблоко Я тогда пойму И что такое красное Я сам знаю Красное яблоко Я додумаюсь Зеленое яблоко Я додумаюсь Ну, скажите мне, что... Это столкновение нескольких сторон Носителей противоречивых интересов Ценностей Которые не могут существовать В консенсусе одновременно То есть столкновение? Да Вот мы шли с вами И так вот Я задумался И наткнулся на вас Представляете, вот так Бац Ну, в коридоре Здесь, может... А там толпа еще была Ну, вы... Ну, я улыбнулся Я посмотрел, как вы будете смотреть Думаю, что... Я извинился, конечно А вы... Это столкновение-то было? Ну, да Интересы у нас разные Все, скажете У нас с вами одинаковые все интересы Вряд ли Ну, все подпало Под ваше определение А конфликта нет А? Противоборство Вот, противоборство Видите, какие интересные люди Это непростые Это простые люди знают Категорию борьба А что такое противоборство? Дайте руки ваши Смотрите, мы стоим Противоборство Противостояние Противостояние Нет, это... Какое же противостояние? У меня стояние, а у вас сиденье У вас против... Это у меня противосиденье А у вас противостояние И вот, и что И дальше что А в чем разница? Чем отличается противоборство От слова От понятия борьба? Ну, активными действиями двух сторон направленные. Ну, вот направленные, вот мы стоим. Надо стяжело, не стоим, ладно, не стоим, не стоим. Ну, противоборство есть? Ну, ничего, не чувствуете, что? Противоборство есть, да. Есть, все, все. Где конфликция? Что вы делаете? Не надо разжигать. Конфликции нет. Значит, борьба предполагает, между прочим, победу. А противоборство никакой победы не предполагает. Была такая история, был такой член политбюро, нет, кандидат члена политбюро, Пономарев. Вот он въездил по Европе, потом приехал и привнес это понятие противоборства в нашу, так сказать, на политическую и философскую среду. Что, я сказать, противоборство двух противоположных систем. Вот мы противоборствуем, стоим и что-то такое друг другу, что-то делаем плохое. Но никто не, если нет тут задачи выиграть, то есть победить, то это не борьба. Что, слово борьба вам не нравится? Да нет, почему? Нормальное слово. Что вы выбираете? А то ненормальное или так же есть? Тоже хорошее. Так они разные по смыслу. И противоборство конфликта не обязательно предполагает. Потому что всякая борьба – это противоборство. Но не всякое противоборство – борьба. Правильно? Борьба. Ну и какая борьба? Вот борьба у нас, борьба у нас мнений. Вот смотрите, мы сейчас с вами. Я одно, вы другое, я одно. А потом звонок про избранец, я пошел в одну сторону, а вы в другую. Конфликт был? Да. Да ладно, какой у нас конфликт? Если улыбается, смотрит на меня сюда, и говорит, что у нас конфликт. Что вы делаете-то? Какой конфликт? Мы спорим с вами. Спор – разве конфликт? Что такое спор? Давайте, чтобы мы не путали спор с конфликтами. Спор – что такое? Что такое спор? Когда двое людей, думая об одном вопросе, стоят на противоположных точках зрения. На разных, хотя не обязательно противоположных. На разных, на разных, достаточно. И спорят, высказывают разные суждения. И так вот, как встречаются, вот мы с вами будем встречаться каждый раз, каждую неделю. И каждый раз я одно, вы другое, вы одно, я другое. И что? А где у нас конфликт? Никакого конфликта нет. Спорим и спорим, спорим и спорим. Поэтому всякий конфликт связан со спорами, но не спор сам по себе. Не обязательно конфликт. Не обязательно. Ну, спорим мы. Это что такое спор? Есть понятие даже спора, он очень легко записывается и определяется, что спор – это разногласие. Вот и все. То есть я оглашу одно, а вы огласите другое. И так мы можем всю жизнь спорить. Как встретимся, так. Я свое, а вы свое. Я свое, вы свое. Потом поговорили и пошли дальше по своим делам. Где конфликт? А я вас спрашиваю, кто такой конфликт. А вы не просто с улицы народ, вы народ, уже конфликтологи. Какие? Как это на философском языке, кто вы? Как сказать, вот вы конфликтолог? Да или нет? Да. Так, ну отвечайте, что такое конфликт. А если вы не знаете, что такое конфликт, вы не конфликтолог. Вот уже у нас с вами спор пошел. В процессе. Конфликт что такое? Вот правильно, в процессе. Вот это, вот правильно. В процессе. Да, я вам помогу. Вы в процессе становления. Я конфликтолог в становлении. Мы эту категорию будем изучать. Становление. А раз в становлении, чего вы ко мне придираетесь? Я еще, ну как бы, не полностью, так сказать, конфликтолог. Но уже конфликтолог, правда? Уже конфликтолог, но еще в процессе становления. Так кто-нибудь скажет, что такое конфликт, товарищ конфликтологи? Или вы все в становлении, и поэтому воздерживаете сейчас утверждений таких? Вы профессора Олейникова знаете, нет? Не знаете? С кафедрой конфликтологии. А что вы не знаете профессоров с кафедрой конфликтологии? Там что, много профессоров, там, по-моему, Александр Иванович, Олейников. А вот есть ли там еще? Там доценты еще есть, а профессоров-то больше и нету. Ну вот, он книгу такую подготовил, попросил меня, по конфликтологии, попросил меня подготовить раздел «Конфликт в зеркале социальной философии». Ну, я вот эту задачу воспринял, думал на эту тему и подготовил этот текст, книгу эту издали, она в Ринце есть. Ну, и вот там такое определение конфликта дал. Конфликт – это обострившееся противоречие. Причем обострившееся до такой степени, что сила аргументов заменяется аргументами силы. Какая разница? Вот мы спорили, 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 а потом у вас тяжелого ничего нет, потому что я так не могу с ним справиться. Я раз ему по голове. Это уже что будет? Нет, может, вы улыбнете, скажете спасибо им, когда не будет конфликта. Это еще зависит от того, как себя поведет другая сторона. А если оно обострившееся противоречие, то есть вы тоже так настроены, а вы тогда думаете так, этот профессор, преподаватель, вы чего не трогаете. Но раз он уже дерется, раз меня, я вот тут упал и лежу. Это конфликт. И кто не согласен, что это конфликт, все согласны, что это конфликт, правда? То есть конфликт происходит не тогда, когда люди только спорят. Они могут спорить бесконечно. Соседки две спорят. Одна говорит мужу, я его ухожу на 15 минут, через каждые два часа помешивай. Суп. Поэтому спорить это спорить, а конфликт это конфликт. Но наше дорогое законодательство так развивалось, что в советское время не было никакого законодательства о забастовках, например, о трудовых конфликтах. А зачем? В свое время Ленин еще говорил, что, к нему говорят, бастуют. Ну, бастуют, значит, это мы что-то неправильно сделали. Надо поправить. Или мы правильно сделали, но не объяснили, надо пойти объяснить. Ну, если нет противоположности и интересов, то нет и почвы для конфликта. И не было никакого. А забастовки были. Если вы там, скажем, наберете забастовки в СССР, вы найдете разные книжки в интернете, которые говорят о том, что были какие-то вот такого рода столкновения. А вот в Горбачевские времена появился закон, который назывался закон о разрешении коллективных трудовых спорах в скобках конфликтов. То есть споров, ну, споры тоже можно разрешать. А тут в скобках конфликты стояли. Пришел Борис Николаевич, он эти скобки закрыл и этот конфликт оттуда выбросил. Поэтому сейчас нет никакого закона о разрешении конфликтов. Сейчас закон называется, он назывался «Порядки разрешения коллективных трудовых споров». Ну, а потом он вошел в трудовой кодекс, и там просто есть раздел «Коллективные трудовые споры». Конфликтов нет. Нету. А вы еще есть. Как бы у вас уже тоже, вы как бы уже и не нужны. Ну, я вместе с вами тоже вроде не нужен. Как преподающий там конфликтологию. Ну, я буду там на философии держаться, на плаву. На философии можно всегда удержаться. А ваша жизнь под угрозой. В самом начале пути вдруг... Где вы видели в законе конфликты? Нету. Ну, межнациональные конфликты это признают. Все это признают, да. А самые массовидные конфликты? Ну, по зарплате, по условиям труда, в которых втянуты десятки и сотни миллионов людей. И не только по всему миру, у нас только сотни миллионов, правильно? В России. Вот их как бы и нет. А мы с вами есть. Короче говоря, вот это такие непростые вопросы, с которыми мы должны будем разбираться. Но когда мы хотим разобраться, мы должны от чего идти? От простого к сложному, или от сложного к простому? Как вы считаете, от простого к сложному? От простого к сложному. Вот. Почему? Потому что в простой понять легче. А что такое сложное? Кто-нибудь скажет, скажет, что такое простое? Будем считать, что вы знаете. Что такое сложное? То, что составлено из простого. Правильно. Вообще уже пошло у нас. Уже и споров нет. Значит, сложное – это сложенное из простых. Вот составленное. Зачем вот передвинули слова? Сложное, сложенное. Оно прям так вот. Прям буквально само просится, да? Сложное – это сложное из простых. Нюх говорит, это очень сложно. Ну, очень сложно. Во-первых, все сложно. Ну, а разве атом несложный? Он тоже сложный. Там есть электроны, есть ядро, там есть протоны, электроны. А если дальше копаться? И так и копайтесь, и копайтесь, и все будет сложным. Поэтому абсолютно простого не найдете. Но вот философия, она эту проблему для себя решила. Для себя она решила, и тем самым облегчила жизнь всем другим специальностям, потому что они все-таки могут уже взять что-то такое, что выросло из простого. Ну, вот мы в курсе социальной философии. Будем идти от простого к сложному. И начнем, естественно, с простого. А сейчас у нас с вами, значит, первая лекция. Что изучает философия? Что изучает философия? То есть философия как наука. Ну, само слово философия, вы, наверное, знаете, что означает. Раз вы в институте философии, то, по идее, если вас спросят, вы в каком институте учитесь? В институте философии. А что такое философия? Я скажу, не спрашивайте нам. Как-то странно будет, да? Что такое философия? Вот я вас еще не спрашивал. Вы так задумались, наверное, вы точно знаете, да? Философия что такое? Я задумывался, не знаю. А что, вы не знаете, что вы в институте философии находитесь? Ну, как-то странно. Ну, согласитесь, что придут люди темные такие, темные, спросят, вы светлые, вы университетцы, тут у нас Меделяевская линия, все красиво. А что такое философия? Я скажу, не спрашивайте вы меня. По этому поводу, если я вам такой расскажу, рассказ юмористический, как такой товарищ вроде меня приехал в деревню. Его встретил простой человек, без деревни, спрашивает, ты кто такой? А я, то есть философ, говорит, я философ. А что ты изучаешь? Диалектику. А что такое диалектика? Ну, дед, что ты спрашиваешь? Дед говорит, нет, мил человек, значит. Мы тут в деревне сейчас радио слушаем, смотрим телевидение, смотрим газеты, читаем. А ты, между прочим, как образованный человек, обязан нам объяснить. Ну, хорошо, говорит философ, я как бы вот. У вас в бане есть деревня? Тут где есть, говорит, мужское, женское отделение. Вот, хорошо, идем мы с тобой в баню. Ты грязная, я чистая, кому мучиться? Вот так, ты, говорит, человек незнакомый с философией. Дед говорит, ну, что я. Дед говорит, ну, что здесь, ясное дело, я грязный, мне надо мыться, а тебе еще мыться. Ты чистый? Нет, дед. Ты все равно грязный, чутье мыться. А я чистый, мне чистоту поддерживать надо. Понял, дед? Кого он думает? Он говорит, понял, сильная у вас наука. Это не все, дед, это только тезис. А мы второй раз идем с тобой в баню. Ты грязный, я чистый. Кому мыться? Да я мыться. А? Мы уже пришли. Опять все свое. Нет. Дед говорит, да я понял вашу диалектику, значит, ты чистый, тебе надо мыться. А я все равно грязный, и чего мне мыться? Этот ему говорит, профессор, говорит, ты чего, дед, посмотри на себя, ты какой грязный, тебе надо мыться. А мне-то чего мыться, я чистый. Понял, дед? Дед говорит, понял. Вот, дед, это антитезис. Я помню, тот был тезис, а это антитезис. Но это не все, дед. Третий раз идем мы с тобой в баню. Ты грязный, я чистый, кому мыться? Дед говорит, ничего не понимаю. Профессор ему говорит, вот, дед, это и есть диалектика, синтезис. Вот, поэтому будем мы с вами пользоваться диалектическим методом. Который... А? Мы с тобой. Ваня, скорее. А это в ходе изучения курса выяснится. Так, вы хотите сразу все узнать? Хорошо. Не у нас вот есть на кафедре такие товарищи, которые как бы конспирологию развивают. Тогда это все в другом свете выглядит. Вы зачем сюда пришли? Узнать, что я знаю. То есть, вы все шпионы. Да. Вот, хотите. Вот, а вы особенно все меня допрашиваете. Этот человек сидит спокойно. Так, он просто слушает и записывает. У него там есть вот... Зачем? Записывает. Сейчас другие есть формы записи. Вот, видите, она включила, и у него идет записи все без проблем. А вы там начинаете трясти ручкой. То есть, вы ведь тоже хотите выведать, что я знаю? То есть, вы тоже шпионка. Вот, а потом, когда вы придете на экзамен, я сяду и буду выведывать у вас. Что вы вообще тут узнали? Вот, тогда я уже буду шпион. И все мы секреты хотим выведывать. А когда будет уже у вас там? В дипломе вы хотят выведать от вас преподавателей, научно-рекователей, что вы там такое наизучали в течение пяти лет. Нет, четырех, извините, теперь уже. Сейчас быстрее все изучают, сейчас легче стало. Видимо, все стало проще, поэтому учатся меньше. Но потом нельзя поступать в аспирантуру после бакалавриата, преподавать в УЗИ и иметь, если пойдешь на госслужбу, в подчинении больше одного человека. Такой сделали бакалавриат. Ну, дескать, давайте поступайте в аспирантуру и учитесь шесть лет вместо пяти. А вечерний закрыли, а магистратура работает вечером. Вот мы преподаем с пяти часов, с семнадцать-двадцать. И получилось, что перелицованное вечернее отделение, тоже шестилетнее было, ну, так сказать, превратилось в бакалавриат плюс магистратуру. И там человеков очень мало сидит. Три-пять на лекции. Но есть у нас МГУ, в котором магистратура столько же людей содержит, сколько бакалавриат. Это единственный УЗ. Ну, там не бедная Москва. А Дмитрий Анатольевич сам объяснил, денег нет. А вашего образования нет. Так, ну, это не мешает нам заниматься наукой, потому что наукой вообще невозможно остановить людей в стремлении к знаниям. Вас, вот я чувствую, вы так посмотрели, если я понял, что какие преграды не поставишь, вы все равно пройдете через все эти преграды и узнаете то, что хотели узнать. Вот, ну, как мы договорились, значит, так что ж такое философия для начала? Философия, можно к этому подойти филологически. Это будет неправильный подход, но вполне понятный. Сначала мы смотрим слова. Что означает философия? Любовь к мудрости. А? Любовь к мудрости. Вот у нас на кафедре лаборанткой была София Мухина. Ее теперь вот в 153 перевели. А так у нас была мудрость прямо вот на кафедре. Вот, София. Вот, а философия – это любовь, философия, любовь к мудрости. Ну, как бы, конечно, а кто не любит мудрость? Вы что, вы не любите мудрость? Все любят. Ну, так все философы тогда, правильно? Вы против мудрости? Не хотите быть мудрым? А знаете, что такое мудрость? Чем мудрый отличается от… От умного. Умный знает выход из любого положения. А мудрый просто туда не заходит. Поэтому есть такие люди здесь, которые бы сказали, я не философ, так сказать. Я не люблю эту мудрость, да? Ну, таких нету. Или есть? Поднимите руку. Кто не любит мудрость? Нету. Ну, хорошо. Идем дальше. Но есть определение философии как науки, потому что это философия не просто любовь к мудрости. Это наука. Что такое наука, кто-нибудь знает? Вы в храм науки пришли? В университет Санкт-Петербургский. Скажите, пожалуйста, кто такое наука? Система знаний, методиках получения. О! Зачем вам этот хвост? Система знаний. Очень хорошо. Прекрасно. Идеальное определение. Система знаний. То есть не просто вот, а если я это знаю, это знаю, это знаю. У меня не в системе, а просто я много всяких полезных сведений знаю. Кто я? Я много-много знаю. Кто я? Ученый? Философ. Нет. Знаний. Это мудрость. Там вообще про знания ничего не говорится, когда философ. А вот много-много-много знаю. Кто я? Знахарь я. Есть такое понятие. Знахарь. Вот голова заболит, это надо попить. Значит, живот заболит, вот это надо травку взять и так далее. Вот это, это, это. И все. И это на самом деле знание, да? Хотя даже есть такая поговорка, многознание уму не научает. Вот если вы много-много будете читать. Вот у нас рядом библиотека Академии наук. И прочтете все, что будет, все, что есть в Академии наук. Библиотека Академии наук. Что у вас будет в голове? Каша. А? Каша. Ну, это у вас каша, а у него будет, а у него будет библиотека в голове. Вы прямо к нему будете обращаться, он вам прямо будет высказывать. И он может вполне работать библиографом. Правильно? А вы не можете, потому что у вас в голове каша, как он будет работать библиографом. А он может. У меня был такой инцидент, когда я был студентом. Учился я на математико-механическом факультете. Ну, и у нас такой был очень солидный товарищ, секретарь партийной организации, астроном, профессор Никитин. Вот я вот, а у него такая была коморка, и все завалено книгами, там вот примерно так вот тут мы говорим, что вот если все прочтешь, все завалено книгами, и портфель, старый-престарый, и из него эти книги прямо вываливались. Он так ходил вот так у него, так сейчас вот упадет. Вот он мне говорит, Миша, ты что-то плохо выглядишь. Я говорю, а что? А ты, наверное, много читаешь. Я говорю, а что, это плохо? Конечно, говорит, ты поразучишься думать. Ух, мысль какая, думай. А прочитано, надо же подумать еще. И выясняется, что некоторые наши товарищи, вместо того, чтобы подумать, они все читают, 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 чужие мысли. А свои где ваши мысли? Они атрофируются скоро. Голова-то она отомрет. Не, ну, как бы кушать она сможет. Поэтому, если у вас есть пять часов, вы два с половиной часа читаете, а два с половиной часа что делаете? Видели там философ? Да, ты думай. А если у вас полчаса, пятнадцать минут читаешь, а пятнадцать минут думаешь. А есть другой анекдот про экономистов. Это не про философов. Эксперимент проводили. Сравнивали экономиста и обезьяну с точки зрения умственных способностей. Вот банановое растение. Это, как известно, не дерево, а трава. Банан висят, наверное. В углу там палка стоит. Подводит обезьяну. Она увидела банан и начала трясти этот банан. Ну, бананы еще не такие, уже зрелые. Ничего с ними не делается. Я говорю, думай. Обезьяна пошла, взяла палку. Бах, с палкой. Почистила и села. Подводит экономиста. Это более высокий уровень. Но он сразу, говорит, так. Посмотрел и начал трясти. Ему тоже говорят, так же, как обезьяне. Думай. Он еще больше трясет. Когда думать, трясти надо. Ну, вот задача ваша не в том, чтобы уподобляться вот тем, кто только трясет, а еще и думать. И вот это трудно, потому что так и норовят, так сказать, вот руки, взять книжку, голова, все начать читать. Это же потребление такое, так умственное, да? Так и вы, быть и потребителями знаний. А вот ученые, а это же не потребители знаний, а производители, да? Вот от нас трясутся, за что нам платят зарплату? Как бы за преподавание. Ну, а смотрят, есть у нас научные работы, сколько, где опубликовано, какой индекс Хирша. Вот какой индекс Хирша? Нету. Нас сейчас все по индексам оценивают. У меня индекс Хирша 5. 5 – это достаточно много. Это значит, надо, чтобы хотя бы 5 книг были, на каждую из этих 5 книг было бы 5 ссылок, на каждую. А если 6, это 6 каких-нибудь работ, на каждую из которых не менее 6 ссылок, и так дальше, и 7, по 7, и так далее. И вот нас подгоняют под этот имиды. Хирша, если у тебя нет, то ты уже под угрозой увольнения. А еще надо обязательно на иностранном языке, в иностранных журналах публиковаться. Потому что вот, я думаю, американцы, если в Тамбовской области опубликуют каком-нибудь журнале, им, наверное, будут доплачивать. Я так вот предполагаю. Судя по тому, как у нас, от нас требуется, чтобы мы обязательно где-нибудь там. Сначала говорили, давайте где хотите, публикуйте. А потом говорят, вот давайте там. Ну, у нас же много туда поубежало. Они создали такую систему, платите деньги, вас там публикуют. Причем деньги так в районе, так 70 тысяч за публикацию. Так что начинайте собирать деньги. Как раз по этому времени. Значит, наука – это система знаний. А знания, а что такое система? Вот этого, наверное, вы не скажете. А может, и скажется. Давайте проверим. Не, не буду вас. Вы же сделали вклад в науку, зачем я буду вас. Вот, товарищ, перед вами здесь. Система, что такое? Не слышали слова такого? Ну, скажите, что это такое? А мы не знаем, мы народ темный. Все вот ждут от вас единственные. Вот ты есть, кто нас просветит. Я буду себе это хранить. Что? Я себе буду эти знания открывать. Что значит? Он хочет торговать знаниями. Понял. Он знает и хочет нам продать. Начинают копить деньги на публикации. Ага, ну понял, да. Так вот он как копит? Он хочет просто, кто ему скажет, он скажет. Спросите его, он там. Вы говорите, будете сидеть там за столом. Кто придет, спросит, что такое система. Он скажет. Денежки, вперед. Бескорыстные-то остались у нас, скажите? Ученые хоть какие-то? Или все только такие торгаши? Нету? Вы не знаете, что такое система? То, что состоит из элементов. Ага, то, что состоит из элементов. Понятно. Вот если разбомбить этот дом, точно будет состоять из элементов. Вот это вот то, что так муча камней. Вот сейчас только что разбился самолет. Только что разбился самолет. Вот там сейчас как. На место крушения, если пойти, там все вот это вот, то, что осталось от самолета и от людей, все состоит из элементов. Это система по-вашему. Они точно взаимосвязаны. Сейчас ходит там следственный комитет, все связывает. Он же больше не полетит, потому что он развалился на эти части. Так у вас определение такое, что оно предполагает развал на части. Вот с точки зрения, я вот считал, что я система, а после того, как она сказала, мне даже стыдно стало, что я просто какая-то совокупность элементов. Я думал, что-то я более высокая, а вообще черти что вообще. А вы тоже совокупность? Или только для меня такое вы приготовили? Совокупность элементов. А знаете, вот это вот, соберут, когда вот расчлененку трупа, значит, разваливают, это вот совокупность элементов. Руки, ноги, голова, мешок и куда-нибудь в лес. Это точно совокупность элементов. Все подпадает вот строго под ваше определение. Это вы у них взяли или они у вас взяли? Вот кто тут кого? Если вы у них взяли, то не знаю. А если они у вас взяли, это вообще вас надо тоже привлечь. Как бы есть человек, который одет, все в белом сидит, в чистом помещении в Санкт-Петербургском университете, и им такое вот, дескать, давайте, вот люди, это совокупность элементов. Они увидели человека раз-раз, совокупность сделали, и в мешок, и понесли. А это мне вот сказала у нас одна конфликтолог, конфликтологиня. Так, ну хорошо. Значит, вообще-то, поскольку речь идет о философии, о диалектике. А я и буду говорить больше как диалектик, как науке о противоречии. А лексика из-под системы понимается. Не всякая система, а такая, которая имеет начало и результат. Вот нам уже говорили, что от простого уже к сложному идет дело, да? Не просто так вот набросали элементы, а в систему выстроено то, что имеет начало и результат. А что такое результат? Что такое начало? Вы знаете, что такое начало? Вас спрашивал уже. Вот у вас соседка есть, она еще ничего не говорила. Начало, скажите, что такое. Тот народ собрался темный, даже не знает, что такое начало. Может, вы знаете. Вот я раньше тоже ходил в очках, как вы. Если бы меня спросили, я бы тоже сделал такой умный вид. И настолько умный, чтобы меня и не спрашивали. Какие мелочи меня спрашивают-то? Я бы крупные вопросы, а эти мелкие, я не отвечаю на них. Вы правильное дело, если что не отвечаете. Нечего тут пылить перед всякими. Видали мы тут, профессоров, по их по коридору с кофер ходит. Ну что, не скажете, что такое начало? Вам сказали не выдавать, да? Вы в партизанском отряде сейчас. За рождение чего-то? За рождение надо еще знать для начала. Ух ты, брат, это сложно. За рождение. Попытка была? Первые действия. Первые действия. База, фундамент. База, ух ты. Надо знать, что такое база. А вы работали на базе когда-нибудь? Фундамент. Вот вы считаете, фундамент начало дома. Я вам докладываю, что у нас два дома построены в Ленинграде методом подъема этажей. Ну, такие стойки поставили. Пятый этаж. Потом четвертый, третий, второй, первый. Один на бассейной улице, а другой на набережной Черной речи. Там он жил, в этом доме, белых. Ахат Калисрацевич, который заведовал кафедрой научного коммунизма. Она была вот там, где у нас деканат, вот здесь. Была кафедра научного коммунизма. Вот так что не обязательно фундамент, начало. Вот конец был. Начало, дорогие товарищи, это не развитый результат. Ну, не может быть начало чего-то. Начало всегда чего-то. Не может быть начало само по себе. А у вас само по себе начало. Начало жизни, рождения. Ну, а начало, начало какого-то результата. Остается более простая задача вам. А результат что такое? Итог. А? Так итог экзаменов отбой. Итог развития тогда у вас. Ну, как-то итог некрасиво смотрят. Итог сидят эти бухгалтеры. Итог, где бедкредит. Итог. Итог вашей жизни. Какой у вас итог вашей жизни будет? Какой ваш итог жизни будет? Сказать? Не хочется даже говорить. Результат это отчаяние со сиреном? Вот результат. Молодец. Результат. Развернут только результат. Вы просто результат делаете. Развернутый результат. Развернутое начало. Результат это развернутое начало. Это соотносительные понятия. Начало это не развитый результат. А результат это развернутое начало. Ну, что тут непонятного? Всем понятно? Если подумать. Если читать, 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 еще неизвестно где прочтете. Не больно это науть найдёшь, где У нас вообще смысл ещё лекции в том, что вы можете перерыть гору литературы А вам это не попадётся Но присылают вам более-менее квалифицированного человека Чтобы он вам такие вещи сказал Чтобы вы не мучились в поисках бесконечных Вы ещё намучаетесь, у вас поисков будет и так много Всяких, правда, своих Диплом-то все же будут писать, или у вас диплома нет? А ну, выпускная квалификационная работа ВКР Хорошо Ну вот мы знаем, что такое начало, что такое результат И нам объяснили, что начинать надо с простого Какая самая простая категория? Так, значит, прежде чем переходить к предложению науки Мы всё-таки должны философию определить Философия как наука Есть наука о всеобщих законах природы, общества и мышления Наука о всеобщих законах природы, общества и мышления Философия есть наука о всеобщих законах природы, общества и мышления То есть философия изучает всеобщее То, что есть во всём Во всём Не то, что вот есть где-то, в каком-то месте, а в других местах его нет И в природе это есть, и в обществе, и в мышлении Отсюда и богатые могут быть способы философского понимания мира Можно заниматься изучением природы И находить там такие законы Которые, если они производятся Они имеются такие же законы и в обществе, и в мышлении Тогда они всеобщие Тогда это вот как раз те законы, которые изучают философию Можно заниматься только обществом Комплектологи, они как бы обществом занимаются Но в ходе этого изучения Они находят и обнаруживают такие законы Которые являются общими не только для общества Но и для природы, но и для мышления Поскольку мышление отражает и природу, и общество Правильно? Всегообщий закон А можно заняться копанием в мышлении То есть, раз мышление наше сознание Ваше сознание отражает весь мир Поэтому раз оно отражает, зачем этого весь мира Я буду ходить куда-то далеко Значит, только в вашем сознании надо разобраться И все, будешь картину мира иметь Хорошо же? Нет, субъективное сражение в его сознании Почему это объективное? Нет, чтобы сказать у меня гордо, что у меня Вот, не знаю, у вас у всех субъективное, а у меня объективное Чего вы не хотите так поставить вопрос? А вы субъективное выбросите, оставьте у себя объективное и все Это неправильно постановка вопроса? Чтобы у вас было объективное Но сейчас у вас субъективное Вы от субъективизма своего освобождаете Сейчас освобождаете, освобождаете Потом у вас объективный взгляд Вот к нему пойдешь, он какую-то черенду понесет А к вам придешь, вы все объясните, как надо Но он не обижается пока Он-то знает Он-то у него-то объективное изначально Это у вас субъективное И вам еще до него идти-идти, правильно? Так вот, есть такой способ И такой способ по существу применил философ Гегель Георг Вильгельм Фридрих В своей фундаментальной и гениальной книге «Наука логики» Которую я вам очень рекомендую И у нас сейчас есть достаточно много материала Для помощи тем, кто самостоятельно изучает диалектику Которую имеется Как говорил Энгельс По существу единственной компендии диалектики Имеется в науке логики Гегеля А что такое компендии? Вот у меня есть коллега такой, профессор Казенов И хотя нам всякие товарищи пытались объяснить Схватив, так сказать, залезая в компьютер В поисковиках или беря какие-нибудь словари Что это вот краткое содержание и так далее А вот если вы возьмете латинский словарь Латинский Там написано В переводе с латинского на русский Компендии Это кратчайший путь Прямая дорога О! То есть кто хочет идти прямым путем В изучении философии Тот может добраться до вершин достаточно быстро Не за всю жизнь А за более короткое время Вот я лично в этом убедился Почему? Потому что я вот лично На философском факультете не учился ни одного дня Более того В аспирантуре я не был И докторантуре я не был по философии Но я изучал науку логики Гегеля С 68-го года Я вот как закончил Математико-механический факультет Начал изучать науку логики Думаю Начал ее изучать Потому что поступал в аспирантуру сюда На экономический факультет Сюда имею ввиду Что вот здесь был экономический факультет Вот та комната Потом Была вроде философского Экономическая Вот этот ряд был весь философский Вот тот ряд Весь экономический А потом он съехал На Чайковского Вот мы в аспирантуре здесь Я был в аспирантуре Защитил кандидатскую диссертацию По применению математики в экономике Но я все это все время изучал науку логики Мой оппонент Профессор Смирнов Когда увидел меня в диссертации Ссылки на науку логики Тоже стал изучать науку логики Потом мы с ним вместе стали изучать И мы изучали с ним Несколько лет Встречались в 10 часов утра У него дома И до 2 часов в понедельник Каждый понедельник И изучали И спорили И спорили Вот как с вами спорим Вы одно, я другое Но это не конфликт Но спорили мы ну просто И я его вообще-то Честно говоря переспорил И когда я его переспорил Я понял Что он правильно излагает Он главное показывал Что надо выводить все А не просто запоминать определение А я по своей математической Привес с отличием закончил Матмех У меня вот сейчас Аспирантуре Матмеха Рекомендовали А на экономическом Сказал Если вас туда рекомендуют Мы вас сюда возьмем И они сидели и ждали Меня туда рекомендуют или нет Ну и меня рекомендовали Сюда я тут прошел Ну правда так с трудом Потому что вот Как спросили меня на экзамене А вы считали какие монографии По себе стоимость Я считал монографии По себе стоимости Поэтому у меня оценки были такие 5, 4, 3 А поскольку вопросы кончились там Если было бы четвертый Было бы 2, 1, 0 И средняя была бы ужасная А ну 3 так 5, 4, 3 Нормально так прошло Четверка хорошая оценка Нормально Вот Вообще никто никогда не спрашивает Вот за всю жизнь Вот я вот вам доложу Что у меня диплом с отличием Потому что больше никто не интересуется Никого это не волнует У них тут бьются прямо с отличием Там красный, синий, сиреневый Никого это не волнует Как будете вы учиться и работать Так и будет А диплом Это необходимые условия И без диплома это и никто Как у вас Если тут нужность с высшим образованием У вас диплома нет Все, проходи Это пропуск На какие-то квалифицированные Такие профессии Да и должности Но и более того А все зависит от того Как вы будете работать А вы будете работать хорошо Я вижу Ясно по вам Вот видно Серьезно так смотрите И даже подозрительно смотрите За шпион Да, я чувствую Да Нет, вы уже считаете Что я шпион Захван вам Вы меня, кстати, проверили Документы-то Сейчас же знаете Как приходят люди Заходят Тоже в галстыке Так называют Я говорю Попов Михаил Васильевич А вы портрет Где-нибудь видели до этого? В паспорт Проверяли? Тогда нормально Ну вот Есть все-таки люди Которые проверили А вы не проверяли А вот вы поэтому И смотрите подозрительно Она вот не смотрит Подозрительно Она видела меня И знает А вы готовы Кому угодно довериться И слушать всякую чушь Ну вот Пошутить же можно Ничего страшного Идем дальше Так вот В итоге В итоге Так сказать Я вот Получил кандидатскую Причем досрочно Защитил Ну и через некоторое время У меня так было Половина работ по философии Половина по Экономики А доктору Ничего не надо Никаких кандидатских Минимум не надо Сдавать Ничего Вот есть Монография Есть После этого Защита Вот я Пришел сюда Ну я правда Защищался Докторскую Дважды По политэкономии Не защитился Больше половины Получил Меньше двух третей Там такая ошибка была Там никак Две трети не получить Ни за что Не, ну если слабая работа Можно получить Если сильная Уже нельзя Это ясное дело Ну кто будет на слабую Роботу обращать Ну и там что-то говорят Говорят, говорят И проголосовали А тут нет А вы хотите рядом со мной Встать Я профессор А вы никто И хотите так же Тут же Стать же И еще Отзывы писать Ну посмотрим Поэтому не так-то просто Пройти Две трети нужно А как вы думаете Новое Когда рождается Оно Сразу может быть Что за него две трети Если новое Действительно такое Великое Сомнительно Правда Что две трети Новое Оно же слабее Старого Всегда Когда рождается Правда Говорят У вас должно быть Новое 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 Самое новое Так оно самое новое В скольких головах Рождается А надо Я работал Без конфликт Взяли Взяли нас всех В историк На исторический Философ На философский И я оказался На философском факультете В 2008 В 2008 Мы так И так Непонятно Новое Новое Вот пятнадцатый этаж, имею я право выпрыгнуть? Я уставов с моего угла не читал, не знаю. Наверное, нету. У нас же демократия. Кто запрещает нам, как нет? Кто запрещает? Что вы не знаете, как селфи делают и падают потом? Из больших зданий. Это же не специально они падают. Как не специально? Они как бы делают селфи, думают, что... Ну, да кто-нибудь их за это наказывает? Нет. Ну, чего его наказывать? Он как бы уже превратился, как это, в совокупность элементов, да? Нет у нас такого запрета. Просто я вам не советую туда, потому что законы говорят не о том, что надо делать, а законы говорят, чего не надо делать. Не надо. А так запрещать вам, ну чего вам запрещать, сами додумаетесь. Вот. Поэтому это, почему диалектика и философия полезны для любой науки, в том числе и для конфликтологии, естественно. Потому что вот первый вопрос, который нам сразу ставят, да вы нам давайте этот разговор-то заканчивайте, а давайте определим, что такое конфликт. Да? Это будет тогда нам понятно. А иначе это все, что вы столько разговаривали. Вот и конфликт можно определить. Значит, конфликт – это противоречие, но это еще не определение. То есть мы сначала относим конфликт к тому, о чем у нас уже ввел разговор. Противоположные интересы, правда? Противоречивые интересы. Но конфликт – это всякое противоречие, всякого противоречия. Не всякое противоречие – конфликт, потому что все противоречиво. Если мы будем вообще любое противоречие конфликтом называть, ну тогда вообще мы тут одни то с конфликтой. То есть всякий конфликт – противоречие, но не всякое противоречие – конфликт. А какое? Обострившиеся. А до какой степени обострившиеся? Чуть-чуть обострился уже конфликт. Вот на повышенных тонах, если мы с вами начинаем разговаривать. Ну что вы ничего не знаете? Да не знаю я ничего. А вы что так мягко выставлены? Давайте тоже на повышение. Да не знаю я ничего. А надо знать. Ну буду знать. Ну хорошо. И что? Есть конфликт? Нету. Вот. Это уже обострилось противоречие. Да? Ну я же не кидал в него ничего, и он ничего твердого не кидал. А вот обострившиеся до такой степени, что сила аргументов заменяется аргументами силы – вот тогда это конфликт. То есть конфликт – это противоречие, обострившиеся до такой степени, что сила аргументов заменяется аргументами силы. Так вот посмотрите, что он ничего в меня не кинул, потому что там скажут, а это у нас было методическое пособие просто летело. Конфликт – это противоречие, обострившиеся до такой степени, что сила аргументов заменяется аргументами силы. На самом деле вот, если вы откроете трудовой кодекс, там вот будет примирительная комиссия, процедура, все это еще не конфликт, а вот это если дойдет до забастовки, так там уже какой разговор? Там всякий разговор такой – останавливается производство и все. Кто останавливает? Работники. Говорят, у нас непринудительный труд. Мы на любых условиях не забираемся работать. А сколько мы будем работать? Могут рабочие сейчас взять и перейти на пятичасовой рабочий день? Или шести? По закону могут? Что вы думаете? Что думаете? Ну, если они договорятся со своим подседателем… Зачем договорятся? Прямо они, во-первых, вы со мной не договоритесь. Если вы мои работники, нечего тут шлымдать и давайте до десяти часов вечера и работайте. Мне потому что нужны эти острова. Ну а разве нет законодательно установленного количества рабочих часов в неделю. Ну и законодательно есть, а на самом деле неограниченно работает. Вы что, не знаете? Нет. Даже есть сверхурочные часы. Написано, что сверхурочных должно быть не более 120 часов в год. Никто не выполняет. Почти. Это раз. Во-вторых, сверхурочными считаются часы сверхнормального времени. Первые два часа оплачиваются в полуторном размере, а во вторые два часа. Дальше уже все в двойном. И так оплачивают. Поговорите с теми, кто перерабатывает. Ничего им в двойном не оплачивают. Они просто, вот ты хочешь много заработать? И работай. Двенадцать часов работай. Вот сколько получишь? Четырнадцать, шестнадцать. Пожалуйста, все деньги ваши. А тут уже явный грабеж, потому что нет вот этих условий, которые должны удовлетворяться. Так вот, товарищи работники потребовали шестичасовой рабочий день. Еще они потребовали переоснащение производства современной техникой. Производительность повышалась. Потом они еще потребовали повышение реального содержания зарплаты. Скажем, на пять процентов сверх инфляции. Могут потребовать? Могут. Поскольку он не согласился администрации, вышел на забастовку. Во время забастовки кто определяет количество часов, которые работают в забастовщике? Сами. А? Сами работающие. Сами, да. Нет, уже забастовочный комитет, он должен быть на конференции избран. Вот он и решает. Если он хочет изменить форму забастовки, он должен за три дня уведомить и, пожалуйста, ну вот и работайте. Забастовка будет в виде частичного прекращения работы на два часа. То есть приходить будет позже на час и раньше на час уходить. А так все остальное остается. А поскольку забастовка бессрочная, то по другим двум вопросам еще не договорились, а это само собой уже в кармане. И все. Какое согласие? Не надо никакого согласия. А вообще всякое сокращение рабочего дня и было без согласия. Потому что, скажем, первый раз их ограничили в России рабочий день. В 1897 году десять с половиной часов. Первое ограничение было. После мощной стачки Морозовской мануфактуры. А в 17-м году, после февральской революции, сами рабочие все стали явочным порядком, установили восьми часов рабочий день. И так и работали. И поэтому, когда говорят, вот декрет советской власти установил. Он не установил, он закрепил восьмичасовой рабочий день. Уже он был явочным порядком осуществлен. Так. Значит, на тот вопрос, который мы поставили, мы ответ получили. Да? Причем, я вот говорил, что почему в диалектике так короче, быстрее. Вот вы уже целый семестр просидели, и вот я сейчас начну вас ругать. Чего вы целый семестр сидели, а что такое конфликт, не знаете. А мы с вами за одну лекцию по философии уже знаем, что такое конфликт. Во сколько раз быстрее мы стали постергать? Что сила диалектики-то? Сила какая? Иногда спрашивают, где у вас научный аппарат? Там, знаете, какие-то сноски всякие. Надо что отвечать? Вот у нас научный аппарат. У вас где научный аппарат? На чем сидите или что у вас сверху круглое? И то есть я очень вам это рекомендую, а заставить вас не могу. Нет такого у нас. Это раз. Во-вторых, как можно заставлять читать гениальные произведения? Во-первых, они трудные. Во-вторых, ну как это гениально, даже неприлично заставлять читать гениальные произведения. Вы какую-нибудь ерунду-то читайте, а уже заставлять гениальные читать, я просто не верусь. Даже наоборот, не читайте в этом науковой логике никогда. Там очень непонятно все. Лучше читать понятное у дурака, чем непонятное у умного. Читайте понятное у дурака, и сами будете такой же. Другого пути-то нет. Поэтому говорят, что это всякая наука непонятная. Есть у вас понятная наука какая-нибудь? Нету. Ну, наука, это наука, она требует же труда, да? Умственного. Для освоения знаний. Поэтому это не критерий. Непонятно. Может быть, мне было легче, потому что там мы с товарищем, скажем, будем разбирать теорему. Месяц мы разбираем ее. Встречаемся и разбираем. Это разобрали. Вот Степан Степанович, свидетель, он со мной вместе учился на матмехе. Он подтвердит. Это обычное рядовое дело, когда ничего не понятно. Ну, к экзамену становится уже понятно, когда все прочитаешь. А так ничего не понятно. Читай. А если одну лекцию пропустил, это вообще конец. Все, дальше уже все. И одно из другого вытекает, ничего не понятно. Я вот академику Линнику сдавал в мат. Статистику. Думаю, как это понять можно? Это невозможно понять. Поэтому я стал все снова теорией вероятности, по которой у меня пятерка снова стала изучать. Купил, учебник Генеденко, читал, читал, читал. Потом лекции его читал, разбирал, разбирал, забирал. Потом я получил отлично. Но это вообще была какая-то беда справляться с этим. Очень трудно. То есть вообще наука трудное дело. То есть когда вы увидите, что что-то трудно, значит все, идете по верному пути. Правильно? А если легко, знаете, как вниз легко сползать? Вниз сползаешь. И подскользнуться можно и упасть. Так что... Ну, а Маркс, он красиво говорил, что в науку нет широкой столбовой дороги. И только тот сумеет достичь ее сияющих вершин, кто не страшась усталости, карабкается по ее каменистым тропам. Вот. Так. Говорили. Великие. Ну вот. Ну а поскольку мы уже определили, во-первых, что такое философия. Что такое конфликт, тоже определили. Ну а дальше уже конфликтология, это логос, это знание, это наука. А конфликт, как все тут непонятного. Правда? Тут уже все дальше само собой поехали. И какой-то надо бонус нам в конце лекции. Это самую простую категорию философии. Давайте искать. Какие есть мысли насчет того, какая самая простая категория. Ну как бы мы лентяи умственные. Вот хотим вот самое простое нам дайте. Самое простое. Мы ничего не хотим сложного, там и самое-самое простое. Конкурс. Укажите самую простую категорию философии назовите. Угадайте. Ну угадайте. Это у нас же не экзамен. Сейчас можно спокойно отвечать неправильно. Ну а зачем? А? Как? Огонь. Как? Что-что-что? Озон? Огонь. Огонь? Огонь. Огонь? Огонь. Я не знаю вообще, что такое. Какое? Огонь. Ч Earthując. А где вы такое взяли-то? У нас была история. Ну это история, это история. А вы знаете, что такое история? Вот я у историков пятого курса спрашивал, да было очень интересно! Я у них читал «Философия и Истории». Причем курс такой, лектирный. То есть можно выбрать или понятие историческое, лингвистика, идти туда, а где значит какие понятия там просто употребляются. А можно на философию истории? Ну, там половина примерно историков пятого курса ходила на философию истории, записывалась. Ну, правда, в связи с ликвидацией пятого курса, это вся философия истории. У меня от него так осталась книга лекций по философии истории. Можете на сайте Фонда Рабочей Академии в разделе библиотеки почитать. Вот я их спрашиваю, пятый курс, дипломники, что такое история? Вот представьтесь, что вы историк, пятый курс, что такое история? Вы улыбаетесь, ваш боже не спрашивает. Чего вы спрашиваете? А вот там у нас есть, скрывается там человек. История, что такое? У вас есть своя жизненная история, да, и вообще вы это слово слышали. Ну, вот дети, они, дети, я вас к чему хочу призвать, чтобы вы вышли из детского состояния. Почему детского? Потому что дети, они просто повторяют слова. Вот если будете повторять, и дети будут повторять эти слова, правильно? И поскольку они с ними знакомы, они так все время их повторяют. И так, да, вот из такого состояния уже студенческого. Поэтому уже пора знать, что это означает, эти слова. Пора. Наступила такая пора, поэтому я к вам обращаюсь, что вы уже, я к вам как взрослый обращаюсь. Могу? Что такое история? Скажите, пожалуйста. Вам слово знакомо это? Конечно. Это знаете, как следователь говорит? Вы этого человека знаете, а вы говорите, я первый раз вижу. Это мы знаем эти приемчики. История, что такое? Слово знаете такое? Знаете. Что это такое? Ну, русское, это вы человек светлый, я темный. Что такое история? Ну, вот. Кто-то найдется такой помочь, товарищи? Это задокументированные события прошлого? О, задокументированные. Если не задокументировали, истории нет. Все. Просто будет развитие человека. Все, конец тогда. Только если не удалось записать, конец. Истории нет. Слухи какие-то. А? Это будут какие-то слухи. Слухи будут? Ну, да. Но я имею в виду не задокументированную историю. Или комплёр вообще. А почему эта история будет слухами? Вот ваша история, она если незаконно документирована, у вас что ли не было? Вот вы родились, живете, вот вы сейчас студентка. А если не задокументирована, то вы что ли не родились? Ну, потеряете вы свидетельство о рождении, что у вас нет сразу, вот вы даете. Вот это какой-то бюрократизм крайн. Вы где хотите работать? В каком бюрократическом аппарате? Если не задокументирована. Вы задокументировали свое рождение, нет? Да. Вы не задокументировали, не надо, родители задокументировали, вы чего? Зак себе задокументировали. Ну. А как называется недокументированный брак? Брак? Брак недокументированный. Гражданский брак? Ну, а что вы говорите? Ну, есть гражданский брак, но в гражданском браке есть. Ну, значит, он есть, но нет такого брака, если он недокументирован, мало ли чего. А у меня шаги не все задокументированы. Вы все, вот мои шаги, вот сейчас у меня товарищ, я вот в соответствии с вашей установкой, вот у меня все задокументировано. Вы скажете, что он говорил такое страшное, а у меня все задокументировано. Вот и то, что вы сказали, между прочим, тоже задокументировано. Но все-таки кто, давайте пробуйте еще. История, что такое? Значит, рассказываю. Одна девочка говорит, что... Я говорю, ну что изучает история? Она говорит, изучает история, изучает то, что было. Ну, хорошо, говорю. Значит, история изучает то, чего нет. Ну, раз было, да, то его нету сейчас. Логично? Вот вы и так мучаете. Пятый курс сейчас заканчивается. Все, диплом, трам-трам. Приходит в фирму. Ну, вы меня, я понимаю, вы меня спрашиваете, а что вы, так сказать, изучали? Я изучаю. Я специалист по тому, чему нет. Вам такие нужны на работу? Вам не нужны? Я туда к вам. Вашу фирму не надо, отец, знаю, чего нет. А вашу не надо. Вот, нашелся человек. Такие собрались у него, и сам он такой. Он таких собирает. И я туда пошел, на радость. Я говорю, а можно я вам тогда, как философ, скажу, что вы изучаете? Ну, а не так сразу. Ну, скажите. История изучает современность, как результат предшествующего развития человечества. Вам это должно понравиться. Документируйте вот это вот. История изучает современность, как результат предшествующего развития человечества. Я прихожу опять к вам, уже меня научили. Я вот изучаю современность, как результат предшествующего развития человечества. А вот эти все, они изучают не как результат, а просто вот последнее то, что было. А человек никаких корней не знает, ничего не понимает, что произошло. Потому что они не берут это вот с движением к результату. Берите меня. Она меня берет. Берете? Берет. Вот видите, все в порядке. А вас не берет. Ну, вы сами открыли свою фирму, и вам и сами набираете таких. Сейчас так и делают. Ничего не надо спорить. Вот мы уже знаем, что такое история. Конфликтология знаем, что такое, что такое история, и что такое философия. Вот очень обогатились мы. Но вот самую простую категорию мы не знаем. То есть сложное все знаем. Смотрите, мы знаем, что история. Это вообще все движение человечества уже знаем. Конфликтологию знаем. Философию знаем. А что в самой простой категории не знаем. Значит, получается, что самое простое, может, оно не самое трудное. Не самое сложное, но трудное. Трудно найти простое. Оно несложное. Ясно, что простое, оно несложное из простых. Самое простое. Вот я к вам все обращаюсь. Дайте нам самое простое. Вам легче, нам легче. Мысль, да? Ну хорошо, какая мысль самая простая? Можно и мысль, потому что мы можем, поскольку философия, она занимается всеобщим, поэтому если мы найдем простейшую мысль, то ей, соответственно, она есть и в природе, и в обществе. Но уже не в виде мысли, а в виде характеристик определенной, да? То есть она эта мысль отражает простейшую и в природе, и в обществе. Ну вот какая же мысль самая простая? Ну вот я начинаю. Ну кого начать изучать? Вот я сейчас буду изучать. Я про каждого из вас уже кое-что знаю. Вас поизучить? Докладываю. Я знаю, что вы есть. Да. Ну? Значит, я есть. Ну? Вот согласны? Все согласны, что я про него знаю это? Спросите еще, что я знаю. Что вы еще знаете? А мы договаривались с одним вопросом. Вот придете вы ко мне сдавать, допустим, зачет. Экзамен там на экзамене не проходит, там два вопроса. Два вопроса будут на экзамене, список вопросов там дан. Я спрошу вас, а что такое, самая простая категория? Вы раз мне ответите. Я спрошу, а еще что вы знаете? А вы скажете, это что у вас, зачет или допрос? Мы же договаривались с одним вопросом, и все. Как-то права-то, ну нельзя же это со студентами. Это тоже же граждане нашей России, да? Ну я вот, видите, как, то есть, спросите меня то, о чем я вообще ничего не знаю. Что я скажу? Только гордо надо говорить. Чего-нибудь придумайте сейчас вы какой-нибудь вопросик, задайте мне. Точно я не знаю. По химии там, по диагностике церебральных каких-то параличей. Что такое вегет сосудистая дистанция? Нет, что я знаю про это, спросите. Вы как-то узнаете. Я знаю, что оно есть. Сказал? Да. Вопросы еще есть? Нету, потому что я на них отвечать не буду, потому что я ответил на тот вопрос, который был задан. Вы запомните, гордо только надо. Я знаю, что оно есть. Это как называется категория философская? Бытие. Вот, вы все знаете. А вот они сейчас скрывали все от народа. Все знают там, кучей причем сразу. Раз, все, бытие. Вот, а рядом кафедра онтологии. Она изучает это бытие. Самое первое и простое. Целая кафедра. Только и делает, что изучает бытие. Так. Бытие. Какое бытие, про которое вы знаете только то, что оно есть, как оно называется? Еще проще. Ну, так вот, вы бытие, я бытие, он бытие. Все вы бытие. Все же? Это ко всем относится. Вы бытие? Нет? Вы есть? Да. Ну, вот хорошо. Значит, вы тоже бытие. Нет? Не согласны? 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 Ну, все согласны. Вы тоже бытие. Ну, а это я бытие. За дверь у меня нет. Значит, за дверью я бытие. Да, за дверью не только бытия нет, но и вас нет. Мы сейчас о вас говорим, а не о бытие. А зачем дверь сюда привлекать? Для обсуждения такого простого вопроса, есть вы или нет, обсуждать все вопросы о двери, об аудитории. Это не надо все это притаскивать на научный, так сказать, на научный стол анализа ни к чему. Вы есть и все, нам этого достаточно. Это мало, что ли? Вот вы придете домой и скажете, выяснилось, вот в результате лекции целой, что я есть. А до этого все было под сомнением. А почему под сомнением? Потому что стал спрашивать преподаватель, самую простую категорию, никто не говорит. Наверное, скрывают. Не знаю, не доверяют, потому что выдашь ему, он потом докторскую напишет вторую по этому поводу какую-то. Это нельзя выдавать преподавателям-то. Они из-за чего принимают экзамены, чтобы у вас студентов набрать-набрать, а потом пишут свои статьи. После экзаменов много выходит сразу статей. Вот и все. Так. Как назвать такое бытие, про которое мы знаем только то, что оно есть, и все? Существующее. Как? Существующее. Существующее. Это значит, что такое существует. Хочу вам так доложить, что категория существования – одна из категорий второй книги «Науки и логики. Учение о сущности». Существование – это бытие с условиями и с основанием. И просто вот так. Вот есть и все, как сейчас. А вот есть на определенных основаниях и при определенных условиях. Это сложная категория. Категория второй книги «Науки и логики» Гегеля. Вы можете ее не читать, а так листайте, дойдите до существующего, и увидите, что я прав, а вы нет. Это сейчас спор у нас. А? Спор возникает. Так, спора у нас не возникает. Вы еще не листали. Все, тут спор, тут проверяем. Отберешь просто книгу и листаешь. Какой тут может быть спор? Это спор между тем, кто читал, и тем, кто не читал. Он разрешается очень просто. Тот, кто не читал, я же вас даже не призываю читать. Вы полистайте или оглавление посмотрите, и все. И там, вы видите, категория существования, она в серединке находится, а не в начале. А мы сейчас изучаем простую категорию. Но я иду навстречу. Но я должен что-то сказать, как лектор, как профессор. Это чистое бытие. Чувствуете уровень какой? Чистое. Почему чистое? А еще ничего, и кроме этого, и не сказал. Ну, чтобы это нагнать себе цену, то набить. Чистое бытие. Вот первое, чистое бытие. А какое чистое? О нем ничего, кроме того, что оно есть, ничего еще не сказано. Ну, это нормально? А вы как себе представляли начало? Вы же хотели простого, вот вам простое. Но вы хотели простого, и кто-то ждет, и что будет что-то сложное. И не будет сложного. Как просили простое, вам простое и дали. Совсем простое? Совсем простое. Какое совсем простое, как выглядит чистое бытие. Без всякой дальнейшей определенности. Так, Гегель пишет. Без всякой дальнейшей, это вот чистое бытие. И вот, не знаю даже, как нам дальше это изучать, или дать вам на самостоятельное обдумывание. Значит, вот что должен делать дальше философ? Философ, вы представляете, так сидит. Все он должен делать. Обдумывает чистое бытие. Все-то проверим сейчас. Можете ли вы какие-нибудь? И я, допустим, хожу. Вот тем более у меня есть микрофон. Вот он ко мне приделал, но я к вам подойду. Что вы можете сказать о чистом бытии? Оно и есть. Молодец. Как? Это вы можете сказать. А еще что вы можете сказать о чистом бытии? А на один вопрос. А? А видишь, какой он-то. Нельзя ему выдавать все. Вот я выдал ему все арсеналы, и все, теперь я уже в западне. Надо как-то выходить. Тогда я второй вопрос задаю. А что еще можно сказать о чистом бытии? Кроме того, что сказано, что оно есть. Мы не можем отрицать его существованием. Нет, не существовало. Ой. Еще раз. Мы не можем отрицать его. Вот если вы скажете, что мы не можем, это вы слабая такая. Мы не можем. Ну нет. Я вас призывал к такой твердости, гордости, а вы... Мы не можем, мы сами, мы не местные. Ну что вы? Мы не можем. Как это? Я вас посмотрю, что вы все можете, а вы, хоть я не можем. Не надо прибедняться. Что вы? Нельзя отрицать его наличие. Что нельзя? Отрицать его наличие. Пугаете, что ли? Может быть, то, что оно существует... Мы же говорим, что мы знаем только про чистый бытие, только то, что оно существует. И мы знаем, что оно больше ничего. Опять существует. Вам только что объяснили, что это категория второй книги науки и логики. А вы существует. Забудьте про это. Не разговаривайте, пока не дойдете до этой второй книги. Учение о сущности называется. Там найдете существование. Вот, товарищ, уже он насчет существования помалкивает. Тут с ним все решено. Могила. Докладываю вам простое решение вопроса. Раз товарищ уже требует, чтобы я вот докладывал, потому что он говорит, я не будем отмечать, потому что это не допрос. Вот. Значит. И больше нечего сказать, дорогие товарищи, о чистом бытии, как так и таковом. Вот я спросил вопрос, какой? Что еще можно сказать? А вы отвечаете, а нечего больше о нем сказать? Ничего. Ничего о нем больше нельзя сказать, как о чистом бытии. Правильно? Ну, если это чистый бытий. Ну, чистое оно. А я спрашиваю, а что еще о нем сказать? Ничего о нем нельзя сказать. Все осознали, что вот мысль о том, что она есть, ее надо усвоить. И это и все. Все содержание этой мыслью исчерпано. Этой категории. Поэтому неудивительно, что вот больше нечего сказать о чистом бытии, как о таковом. А раз я такое вот сказал, что нечего сказать, вы обратили внимание, что я вынужден был еще к одному понятию перейти. Насчет нечего. То есть это вот понятие, которое выражает, что нечего сказать, так и называется ничто. 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 Мало того. Мы же к нему пришли, к этому ничто не из панталыков, с него не начали, а начали мы с чего? С чистого бытия. И обдумывание чистого бытия приводит к мысли о чистом ничто. Вывод, который делают диалектики, что чистое бытие переходит в чистое ничто. Ну вот теперь вам не стыдно будет домой прийти, потому что вы изучили две категории диалектики. Скажете, а что вы там изучали у вас? Новый курс, философия. Да вот мы изучили чистое бытие и чистое ничто. Полный. Вот это багаж у нас умственный. Что вы знаете? Ничего не знаете. Неправильно. Мы знаем не только ничего, но знаем еще и бытие чистое. Чистое. А у нас оно чистое-чистое. Настолько очищенное, что оно то же самое, что ничто. Но оно тем не менее есть, чистое бытие. Но я думаю, надо заканчивать нам. Потому что мы иначе можем перетрудиться. И очень это вредно. Потом скажете, ну невозможно слушать эти лекции. Это так тяжело воспринимать. Для ума тяжело. Конфликт может начаться. Сейчас у нас просто разногласия. А если будет, начнется. Вот я чувствую себя. У меня силы неравные. Вы все молодые. У вас там все тяжелые телефоны. Они все тебе металлические. Надо завершать. Вопросы какие есть ко мне? Пожалуйста. Вы не сказали, что конфликт до той степени, когда сила аргументов притекает просто в силу. Не просто в силу. Заменяется аргументами силы. Я бы как-то вам красиво сказал. А вы взяли, переработали и ухудшили. Конфликт – это обострившееся противоречие. Причем обострившись до такой степени, что сила аргументов заменяется аргументами силы. Вы раз-раз-раз и переделали, чтобы выдать за свое. А так вот, подразумевается именно физическая сила? Просто так говорили. Почему физическая? Силы бывают разные. И политические, и экономические. Вот забастовка – это экономическая сила. Я скажу, не будем мы на вас работать, и все. Вот у нас сейчас конфликт. Вот будете еще спрашивать, отберу вот эту бутылку. Кому вода нужна? Это не ваша бутылка. Это методическое пособие. Еще вопросы есть? Нет. Нет никаких вопросов. О чем это говорит? Ну, что все изложено, то, что надо. Спасибо за внимание. До следующего раза. Спасибо вам. Спасибо вам.